Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Да, непростые времена, да, сложно со здоровьем, но это все временное явление, хотя мы с вами уже точно знаем, что все ускоряется. Сегодня вашему вниманию предлагаю такую же острую тему 12 гамма всплесков за час. Готовимся к микро-новой и трем дням тьмы. 16-17 сентября 2023 года многие метеозависимые люди провели, вспоминая Чака Макгила, поедая таблетки и кутаясь в железное одеяло, поскольку шапочки из фольги вдруг перестали помогать. Причина этого была понятна, хотя и остаются вопросы о причине причины. Так, 15 сентября на Солнце было 4 вспышки М-классов подряд, после чего 16 сентября орбитальные спутники зарегистрировали серию из 6 гамма всплесков. Единственное, как объяснил в своей монографии знаменитый японский терапевт Комута Хировата, после такого будет болеть и голова, и вообще все. И вот наступило 18 сентября. Как сообщают светлейшие адепты из НАСА, было 6 долгих всплесков, которые позволили оборудованию построить график. Еще было 6 коротких всплесков, которые спутники зарегистрировали, но их временная шкала не позволяет анализировать такие быстрые прилеты. Итого 12. Даже не знаем, что тут сказать и как это комментировать, никто не знает. В августе после серии из 6 всплесков было 9 за 36 часов, но сейчас полных 12 менее, чем за сутки. А если быть более точными, 12 за 90 минут. Первый всплеск был в 2.15, последний в 3.59. Такое впечатление, что Солнце твердо встало на путь микроновой. Если, конечно, источником является Солнце, может быть, это свет от Нибиру, черной дыры или нейтронной звезды, которые излучают большей частью как раз в гамма-спектре. Еще есть вариант. Какой-то искусственной бомбардировки Земли потоками гамма-фотонов Анунаки подогнали некий эпический космический чудо-девайс и начали калибровочную пристрелку перед тем, как включить пушку на полную мощность. Можно подумать и над другими какими-то версиями, если, конечно же, успеем. Земля все еще должна отреагировать. 12 гамма-всплесков не было еще никогда. Поэтому и реакция планеты будет такая, какой не было никогда. Следим за развитием событий. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, Мне неприятно эта тема, но я ее выкладываю, чтобы вы понимали, какие процессы происходят. Понятно, что мало знаний здесь, но сейчас формируется решетка вокруг планеты Земля. Ролик я только что вам выложила. И да, мы имеем дело с ядерными процессами, которые меняются вообще на всей планете. Но мы же живы, поэтому никакой паники. Постепенно, постепенно, постепенно отмирает старая жизнь. Это и есть причина причин. Умирает старая жизнь, как внутри нас, как и во внешнем мире, то есть во всем умирает старая жизнь. И рождается тут же новая. Да, вот у меня тоже болела левая рука в это время. Но ничего, три дня прошло. Я бы посоветовала всем, если у вас есть какая-то доля сомнений, записывайте все в отдельную тетрадь. И вы будете видеть, как оно то проходит, то начинается. Вот это и есть процесс трансформации на глубинных уровнях. Вообще, приступаем к серьезному исследованию самого себя. Но мы же уже выдерживаем эти гамма-фотоны. Мы же выдерживаем эти 12 всплесков за сутки. Задумайтесь, как изменились мы за это время с 2012 по 2023. А что будет в 2024 году? Продолжение следует...